Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю показывать вам, как я заготавливаю семена. В первом видеоролике, в части первой, я показывала, как я делаю выемку семян томатов. Для тех, кто не смотрел первый видеоролик, напомню, что берем только сортовых томатов. Гибриды мы не заготавливаем семена, потому что они не дают потомство. Вот смотрим, смотрите, вот сегодняшний, который я сегодня сделала выемку, видно, что однородная масса. Вот эти семена бродят уже, у них процесс брожения идет 2 дня. Сейчас я осторожно поверну камеру и покажу вам, что там у них происходит. Вот видите, все разделилось на фракции. Вверху плавает вот эта вот вся эта мякоть мусор, а внизу, опали вниз, уже готовые семена. И они опали бы все, вот эти сверху, но им вот эта вот густая штучка мешает. Они там вот в этих, ну, в разных, в сору заблуждаются. Их надо промыть, они уже все готовы, когда вы увидели, вот так вот, что вместо сока томатного, вот, просто вода прозрачная. И внизу уже валяются семена готовые, видите, вот много семян упало вниз. Значит, они готовы. Теперь их надо промыть, откинуть на сито и положить на просушку. Но перед тем, как их промыть, ой, перед тем, как откинуть их на сито, их нужно промыть хорошо, чтобы вот это вот все убрать, чтобы семена были чистые-чистые. Тогда они очень хорошо всходят, и они красивые, и хорошо хранятся. Я для этого помещаю их в больший объем сначала, потому что там им тесно. Так, все убираем. И вот теперь начинаю вот так вот делать, чтобы отделить, чтобы хорошие семечки чистые упали наверх, чтобы они разделились вот с этим, с мусором, с перегнившей мякотью, вот это. Да, даю немного отстояться. И теперь у нас все, что поднимется наверх, нам не нужно. Наверху будут, могут быть, сейчас я вам покажу, могут быть какие-то маленькие легковесные семена. Вот тут есть несколько семянок. Или знаете что? Еще бывает, что семена, которые от мякоти не отделились, они иногда наверху. Если я увижу, что вот с мякотью запутавшиеся семена, то я еще могу вот так рукой им помочь, как бы их разделю. Семена от мусора, от всего этого. Ну и все, хватит. А если несколько даже, еще раз повторю, вверху у нас сейчас соберется остатки шкурок, сор, не перебродившая мякоть, легковесные семена, которые нам не нужны, обычно они не всхожие. А внизу, вот все наше богатство останется внизу, вот здесь. Сейчас пока не видно, я вот этот грязный слой сейчас солью. Так, что я сейчас сделала? Я сейчас половину банки вот так вот вылила. осторожно, чтобы вот этот осадок не выплеснуть. И налила новой воды. Вот так вот два или даже три раза, если большой объем я делаю. И теперь нам хорошо видно, смотрите, вот они, чистые, хорошие семена, которые потом еще будем промывать через сито. Я сейчас еще раз вот эту солью воду, а чистейшую налью, прям чистую. И потом уже через сито. Вот когда я третью порцию воды налила, тогда уже видно хорошо, что там много семян на дне у меня лежит, видите? Вот теперь такую, в такой степени прозрачности, я буду откидывать на сито. Откидываю над раковиной, вот это все вылью, и еще промывать буду водой. Все, семена готовы. После того, как я вылила, откинула на сито, я промыла под проточной водой, под краном, семена, вот так вот поделала, ну, чтобы они очистились полностью. И вот такие чистые, отборные, крупные, хорошие, здоровые семена получаются. Теперь я подожду немного, когда вода стечет, чтобы были не сильно мокрые. Я не буду дожидаться, я вам просто расскажу. Я сейчас подожду, когда вода стечет, потом откину их вот на такую бумажку. Беру именно только или газету, или журнал вот такой, не атласный, не лощеный, именно который хорошо впитывает. Вот эта бумага, она такая пористая, такая шуршавая, некачественная, которая бумага, она очень хорошо впитывает влагу, семян, и они быстро подсыхают. Пробовала на лакированных, на глянцевых журналах, у меня вот есть моды всякие, это бурда моден, они не идут. Если бумага качественная, покрыта тонким слоем, вот лаком, она не впитывает вот эту влагу с семян, и они долго находятся во влажном состоянии, и они могут уже прорасти. Вот этого бойтесь, нельзя на какую-то клеенку, нельзя на такую поверхность, которая не впитывает в себя ничего. Ну может быть и можно, но если погода будет плохая, не солнечная, например, и температура не очень высокая, они могут у вас в этом мокром виде пролежать дня 2-3, и они прорастут. Они же свежие, жизнеспособные, нам не надо, чтобы они проросли, поэтому мы берем бумагу вот такую, которая хорошо впитывает. Не надо брать никаких салфеток, никакой туалетной бумаги, она, казалось бы, пористая, хорошо впитывает, но тут другой у нас может подстерегать, другая неприятность, они к ней могут, как, прилипнуть, приклеиться, вам потом сложно будет выбирать. Вот эта бумага особенно, вот простая, у нас есть бийский, ой, деловой бийский, бийский рабочий, вот такая простая, самая простая бумага, региональные газеты выходят, самая дешевенькая, она хорошо впитывает, подходит идеально. Я уже пробовала всякие и клеенки, и пластмассы, и листы железные, выкладывала на железные листы. Когда семена остаются, вот, например, можно было бы наблються, но когда семена остаются сами с собой, со своей влагой, я еще раз говорю, они долго лежат в этой лужице, ну, как лужица, она не такая уж лужица, но просто в своей влаге они прорастают, семена портятся. Вы, может быть, даже не заметите. Они проклюнутся, начнут проклевываться, потом они засохнут тут же, и вы не увидите. И они будут у вас невсхожими. Поэтому бумагу надо выбирать, я делаю в несколько слоев, вот тут у меня, раз, два, три, четыре, восемь слоев бумага, идеальный вариант. Она пропитается, все впитает. Я завтра утром подойду, они уже будут сухие, но я буду держать еще несколько дней, и в последнем видеоролике я расскажу, как я их расшелушиваю друг от друга, они же склеятся немножко, как я их до какой степени досушиваю, как я их упаковываю, в какие мешочки. А сегодня пока все. С вами была Ольга Чернова, это вот второй наш этап. У нас был процесс брожения, потом мы промывали, и вот такие семена получили в результате. Да, семена свои делать, конечно, не быстро, долго, но зато не надо покупать и это качество, и знаете, что из них вырастет. Все.